Россия имеет высокие шансы дальше держать Армению в своей орбите после свержения премьера Сержа Сарксяна. Слишком тяжелое положение у Армении и слишком опасное ее геополитическое окружение, чтобы можно было реализовать какой-либо план глубокой модернизации страны, приближающей ее к западу. Однако происходящее в Армении на руку Украине, поскольку революция в этой стране отвлекает Россию на Южный Кавказ и вытягивает из нее дополнительные ресурсы, которые и так ограничены. Увеличение конфликтов на ее периферии будет заставлять Россию метаться от пожара к пожару, медленно изматывая ее и перенапрягая ее политическую систему и экономику. Потому армянский народ ждут трудные времена, и когда эйфория спадет, то армяне должны присмотреться к тому, что произошло в Украине после 2014 года, чтобы не оказаться перед лицом еще более серьезных угроз, чем Киев. Тем более, что ситуация в регионе имеет для этого все основания. Какие ключевые вызовы перед Арменией видятся из Киева? Во-первых, сохранилась прежняя коалиция в парламенте, которая имеет рычаги влияния на исход досрочных выборов. Старая элита наверняка будет пытаться перестроиться и выдвинуть на первые позиции новые свежие лица, которых будет использовать как ширму, чтобы сохранить все как есть. Граждане Армении должны понимать, что организованную силу можно победить только организованной силой. Самое сложное в революции удержать ее завоевание после первого розового этапа, когда все объединяются против тирана и всем кажется, что люди-братья. Это опасная иллюзия, которая быстро развенчивается, когда начинается второй этап, когда умеренные старые и умеренные новые формируют новую коалицию. Отсюда второй тезис. Лидеры, победившие позиции, но еще не ставшие властью, будут вынуждены идти на компромиссы со старыми, поскольку столкнутся с недостатком кадрового ресурса, компетенций и денег. Это приведет к потере времени, который является самым драгоценным ресурсом. Спустя недолгое время начнется разочарование, когда массы начнут осознавать, что радикальных изменений нет, а борьба вверху затянулась, а новая власть не может обеспечить радикального роста уровня жизни. В-третьих, внутренние противостояния в Армении и увязание реформ могут провоцировать Азербайджан вернуть Карабах. Угроза со стороны Азербайджана – мощная дубинка со стороны России, которая всегда может включить угрозу войны для удержания Армении в своей орбите. Для Еревана Карабах – это такой же крючок России, как для Украины Донбасс. По сути, Кремль будет внимательно наблюдать за ситуацией в Армении и всегда сможет нажать на этот спусковой крючок обострения в Нагорном Карабахе, если новое правительство будет слишком рьяно пытаться сблизиться с Западом. При этом маленькие размеры страны и слабая экономика не мотивируют Европу радикально поддерживать Армению. США могут рассматривать Армению как геополитическую площадку, через которую они могут влиять на Иран, Турцию и Россию. Со всеми тремя Вашингтон имеет сегодня крайне сложные отношения. Используя курдов с юга, а Армению с севера, США могли бы сделать более сговорчивой Турцию. Кроме того, через Армению Иран мог получать оружие из России, которое страховалось таким образом от угрозы попадания под санкционный режим. Перекрывая этот канал, США получили бы дополнительный небольшой бонус, который тем более важен на фоне углубляющегося кризиса с Тегераном, который на днях поставил ультиматум США. Однако это гипотетические выгоды, тогда как Россия имеет реальную власть над Арменией, контролируя границы, аэропорты, плюс имея военные базы. В Украине Россия обеспечила успех аннексии Крыма именно потому, что только в Крыму имела военную базу. Отсутствие организационных структур на Донбассе не позволило Кремлю добиться быстрого успеха и втянуло Россию в вооруженный конфликт с Украиной со всеми вытекающими последствиями. Поэтому Армении будет очень тяжело оторваться от России и ее перспективы выглядят не самыми лучшими. Тем не менее, нам нужно поддерживать и пожелать удачи армянскому народу в его борьбе с коррупционными постсоветскими упырями. Мы видим масштабный кризис постсоветских сатрапий, где упыри высосали огромные ресурсы из своих социумов и толкают людей к восстаниям против несправедливости. Постсоветские сатрапии более двух десятилетий проедали то, что осталось после СССР и все чаще приходится платить по счетам. Это плохая новость для России, которая пытается сохранить влияние на постсовке, используя в качестве главных инструментов коррупцию, элит и архаизацию социумов посредством создания виртуальной реальности, замещающей реальные достижения историческими мифами и современными фобиями на базе религии, гендера и прочих триггеров. Сказки могут долго поддерживать иллюзию порядка, но однажды бурчание в голодном желудке невозможно заглушить никакой белибердой о величии.